На святом читать слова, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Для 14 воспитанников благотворительного фонда «Время рассвета» прозвенел последний звонок. Ребята с расстройством аутистического спектра несколько лет посещали коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, занимались лечебной физкультурой. Научились читать, писать и самое главное – коммуницировать с педагогами и ровесниками. Те ребята, которые к нам приходили и которые не умели не то что сидеть, они не умели спокойно стоять больше, чем минуту, сейчас они спокойно выдерживают полтора часа занятий. Для нас это, если честно, огромная гордость, гордость и непередаваемые ощущения, потому что мы видим ребят, которые к нам только приходят, например, в пять лет, в шесть лет, и ребят, которые уже абсолютно готовы к школе. Праздничный заключительный урок отличается от обычных занятий только фирменными футболками. Для особенно крутых выпускников важно, чтобы все было по правилам. В каждом классе преподаватели-помощники, готовые поправить ручку, привлечь внимание. Какой чёрт? Красный. Возьми красный. Красный. Ставь. Следом какой? И синий. Бери синий. Ставь рядышком. Так. Потом какой? Ставь рядышком. Молодёй. Чёртый. Чёрный. И последний. Зелёный. Молодец. После урока сюрприз. В спортзале ребят встречает очень обаятельный мишка, с которым можно поиграть и потанцевать. А затем гвоздь программы. Настоящий фокусник. Ребят, какой? Чёрный. Чёрный. Правильно. Теперь бери платочек и вот так вот крути быстро. Держи за уголочек и очень быстро крути. Давай, давай, давай. Каждому достается кусочек волшебства. Каждый погладил появившегося из шляпы кролика. Я хочу назвать его Пусок. Он похож. Потому что он такой белый. Проект «Адаптация и подготовка детей с расстройством аутистического спектра к школе» реализуется фондом при поддержке субсидия Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Вы сегодня все, как у вас на футболках написано, самые крутые выпускники. Давайте вместе друг другу поаплодируем, скажем спасибо вашим учителям. Спасибо. Спасибо. Конечно, очень жалко расставаться с нашим любимым фондом, с нашими любимыми преподавателями. Мы настолько уже к ним привыкли, что, с одной стороны, конечно, очень здорово, что у нас наступает новый этап в жизни, та школа, это совсем другая будет жизнь. Ну и с детством расставаться, конечно, очень тяжело и волнительно. Тот багаж знаний, что дают наши педагоги, они, конечно, неоценимы, потому что педагогов найти таких, таких именно педагогов для работы с нашими детьми, очень трудно. Мы идем по месту жительства в общую образовательную школу в Тойминсе 3, в первый класс. Два года я заходила на курсы подготовительные в школу. Она привыкала к учебной дисциплине, привыкала к ребятам, к школе, к педагогам, к требованиям. Она прошла психологическое тестирование, написала его, ну, скажем так, ничуть не хуже, чем все остальные дети нейротипичные, чему я очень рада. И школа нас берет. К слову, после последнего звонка занятие продолжится еще два месяца, чтобы за долгие летние каникулы дети не растеряли знания. Ирина Стефанюк, Алексей Калякин, Время новостей.